Слово Кириллу Алексеевичу! Дай человеку спокойно поесть. Знаете, Кирилл Алексеевич, что мне удается, так это пироги. Пироги гениальные. Гречен, мне кажется, сама себя хватит. Но нет смысла возиться, потому что собираешься и... Начинаются разговоры о родной школе. Школа, школа, школа. Ну не у всех же получается выключить станок и по домам. Это же так понятно ему, Павловна. Маринка, оставь время на личную жизнь. Разговоры о школе. Это у всех по-разному. Класс вместо семьи, ясно. Ну что ж, это можно понять. Олег Григорьевич, чеку наличь. Лично жизнь учителя и вне классная работа совпадают. Поделились бы опытом, Мариночка. Считай, что ключ к десятому батальку у вас. Это преувеличение. Потом такой ключ они дают сами, кому и когда захотят. И, конечно, без правой передачи посторонним. Я притащу музыку. Привет, Костя! Я сейчас, Олег Григорьевич, я... Монсетку. Ну, у вас, папу, Мариночка, про ключ это очень образно. Ну, а все-таки в неклассной работе. Расскажите что-нибудь. Ольга Денисовна, это не работа, это общение. И это общение помогает? Да, вы знаете, очень помогает. Вы думаете? Ну, а кто к вам ходит? Марина Максимовна. Алеша. Алеша Смородин, да? Да, да. Тодо Полынский. Тодо Полынский. Шаров. Шаров. Ну, вы видите, Шаров. Ой, ради бога, не вспоминаете при мне эту фамилию. Я его сегодня вышибла в присутствии Кирилла Алексеевича. Да? Да. Ай-яй-яй. А я ему как раз симпатизирую. Вот поэтому ничего и не замечаете. Дело не в симпатиях. А вообще, выдворение ученика из класса, это капитуляция перед ним. Есть прямая инструкция на этот счет. Мы вас слушаем, Марина Максимовна, продолжайте. Ну, что рассказывать? Учимся, читаем, размышляем. Они сочинили песенку, правда, мне не все там нравится. Сударь, когда вам бездомно и грустно здесь, распрягите коней. Вас приютит и согреет искусство в этой таверне своей. А дальше? Минуточку, минуточку. Заменить слово таверна. По-русски, это кабак-трактир. Кто-нибудь подумает, что у вас трактир для учащихся? Кто подумает, только Денисова. Да кто угодно. Что, меня? Меня? Тебе надо верить. Себе и ребятам тоже. А мы всю жизнь боимся этого. Браво. Браво. Марина Максимовна, только зря вы так реагируете. Да спор этот не вчера начался, Олег Григорьевич. Со мной постоянно проводят работу под девизом, как бы чего не вышло. Как бы чего не вышло. Товарищ, а может не зря Антон Павлович сделал его учителем. Были основания, значит, как не грустно. И до сих пор есть основания. Ученики ходят к учителю домой, пьют там чай. Какой пассаж? Учат отстаивать свои убеждения, почему там, а не в актовом зале. Действительно. Значит, человек в футляре, это я. Спасибо, Мариночка. Пожалуйста. Да не о том речь, Господи. На ком из нас нет такого футляра? Такая профессия. Если я когда-нибудь с этим соглашусь, я тут же уйду из школы. Ну и что, Мариночка, устроишься в этой акции, и будешь получать нас грешных. Я сказала, если когда-нибудь соглашусь. А этого никогда не будет, потому что мне моя работа нравится, несмотря ни на что. Только вот смешно теперь сидеть тут с вами, пироги кушать.